Иии, здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова я, Лев Декабрио, и сегодня мы поиграем в игру Мануэль-Самуэль. Нам сказали джойстика играть, но, к сожалению, джойстик почему-то не поддерживается. Ой, ладно. Так, давайте пройдём сюжет, в одиночку, естественно. Кстати, если вам понравится, и вы захотите, чтобы я поиграл с кем-то, то давайте ставьте лайки. Иии, наша история началась в середине сороковых, когда о полной надежде молодой солдат по имени Сэм... А, мы не про это рассказываем. Наша история началась в середине прошлого вторника, когда безнадёжный молодой тунеядец по имени Сэм попивал кофе модного сорта, название которого никто не мог выговорить. Сэм родился серебряной ложкой во рту. Нет, не с той, которая у него во рту сейчас. С другой ложкой. С метафорической ложкой, отображающей всё то богатство и заботу, которые он получал от своих родителей и их дворецких, и от родителей их дворецких. А ты у нас мажор, Сэм, не так ли? Если да, моргни два раза. Он меня не слышит. Это девушка Сэма. Которую Сэм тоже не слышит. Она зла на Сэма из-за его безответственности. Прождён его огромным богатством. Ещё она говорит, что Сэм забыл про её день рождения. Уже третий год подряд. Девушка Сэма расстроена. Как все богатые знаменитые засранцы, Сэм на такое не ведётся. Он решает выдать следующий перл. Мне всё не просто так даётся, детка. Не могу я бегать кругами и выполнять твои капризы. Я так себе хребет сломаю или ещё чего. После такого девушка Сэма сделала то, что должна была сделать уже давно. Ох, ё-моё. Вот это она приложилась. Да. Это больно. Сэм лежит на полу без сознания. Он собирается силами и пробует встать. Потом он совершает ещё усилия, чтобы встать прямо. Сэма так сильно ударили по голове, что ему придётся заново учиться ходить. Он делает шаг правой ногой. Потом шаг левой. Молодец, Сэм. Ты просто мастер выживания. Ты чего? О, моего сыночка пугаешь? Чересчур заботливая мамаша приснула кофе прямо в лицо Сэму. Ему приходится часто моргать, чтобы вернуть зрение. Карл, скажи что-нибудь. О боже. Как наш сын станет уважаемым политиком, если он за себя постоять не может? Я думал, он станет актёром. Ой, да какая разница? Ну, надеюсь, у вас уши не лопнули после этого. Давайте, пошлите дальше. Сэм вспоминает, что ему даётся лучше всего платить. Он разворачивается, чтобы заплатить за свой кофе. Блестяще. Он даёт парню 500 баксов. Этого едва хватает, чтобы покрыть счёт. Спасибо за чаевые, козёл. Сэм потратил целую вещь, чтобы дойти до дверей. Что всё равно неплохо для парня с тяжёлым сотрясением. Сэм, когда выбрался наружу, то увидел свою девушку на той стороне улицы. Сэм собрался силами и поспешил вслед за своей без пяти минут бывшей. Давай побыстро-быстро, ну топи. Когда на Сэма врезался грузовик асинтезатор на скорости около 90 км в час, от удара Сэм получил 8 травм несовместимых с жизнью. Фак. Фак е. Девушка тоже в шоке, ну конечно. О, Фак. Он заболевал там, смотрите, всё. А вот башмачок наш летит. Ну как я понял, мы должны будем сейчас всё равно управлять нашим Сэмом. Давайте посмотрим хоть что с ним. Загрузочка пошла. Ага. Представляет. Perfence Paranormal представляет. Manuel Samuel. Надеюсь, правильно прочитал. Нам здесь говорят, что типа... Остановки. Угу. Это можно пропустить, наверное, да? Да какая разница, кто работал над этой игрой? Переходи к делу. Ну вот сразу. Кто же сказал, что удар бутылкой по лицу закончился для Сэма так печально? Но бутылка не единственная, с чем сегодня встретился лицо Сэма. Его ждёт встреча с землёй в аду. Бывает. Вставай, Сэм. Пошли. Сэм ничуть не понравилось быть мёртвым. Ему меньше нравилось ощущать... Ему меньше ещё понравилось ощущать пустоту в карманах. Пока он не нашёл в одном из них семь сияющих кулонов. От этого ему заметно полегчало. Он решил выяснить, что это за жуткий звук, доносящийся до его ушей. Источником звука оказалось тот, кто несёт разрушение и забвение. Уничтожение и вымирание. Погибатель. Болезни и упадок. Всадник апокалипсиса. Смерть. Он пытался делать кикфлип на скейтборде и почему-то был одет как придурок. Своим голубым пугающим голосом он закричал Сэму. А, грубым. Йоу-йоу-йоу. Ты, наверное, Сэм. Я читал твоё дело. Он ещё раз посмотрел на Сэма. И его глазницы расширились. Мать твою, чувак. Твоя душа чистейший алмаз. Давай-ка мы заключим с тобой сделку. За налик. Класс, чувак, по рукам. Купоны из кармана Сэма. Это так называемые крупицы жизни. Каждая душа получает хотя бы одну крупицу жизни. Это самая крупная валюта в аду. Потом идёт уровень ниже. Шкала жизни, вкус жизни, смысл жизни. И тяга-то жизни. Если отдашь мне свои крупицы жизни, я тебя воскрешу. И вытащу тебя из ада с одним условием. Ты должен прожить 24 часа с одним недостатком, который я сам определю, брат. Сэм решил прогуляться по остальному аду, прежде чем заключать сделку с мифическими существами. Ну да, правиль... О, фак. Приветствую, уважаемый. Посмотрим, найдётся ли для вас работа. Вы будете... О, сантехником. На это уйдут все ваши купоны, уважаемый. На это уйдут... А, хорошо. Это по-честному, да? Сэм узнал, что души, попавшие в ад, заставляют работать и становиться полезным для общества. Для большинства людей это нормально, но для Сэма это ужас. Он отшвыр... Отшвырнул смерти свои купоны, как никогда раньше он швырнял купюры. Вы будете... О, сапёром. На это уйдут все ваши купоны, уважаемый. Звучит забавно. Приветствую, уважаемый. Давайте посмотрим, найдётся ли для вас работа. Посмотрим, кто кем будет. Вы будете свободным художником. О, боже, на это уйдут все ваши купоны, уважаемый. Нееееет. Это настоящий ад. Что ж, похоже, у меня перерыв на обед, уважаемый. Хм, все спорные вопросы к высшему руководству. Увидимся в пять часов. Ну, хорошо. Сэм увидел достаточно. Он возвращается к смерти, и его сделки. Последний купон он оставил себе на случай новой встречи с превратником ада, когда бы она и не превзошла. Хи-хи-хи. Лады, братан. Такие сделки я заключаю раз в год. Но если хочешь жить и деньгами сорить, придётся взять себя в руки. Вот. Да, и больше я не буду говорить стихами. О, кокаин в голову, в глаза нам кинул. Нам и так кофе налили в глаза. Ещё он, а он кокаинчик нам подбавил. Ну, неплохо, неплохо. Сэм, преодолев пространство, время и здравый смысл, снова оказался жив. И самое главное, богат. Радость его омрачала только одно. Он не мог пошевелиться. Совсем. Тогда-то и появился он. Смерть. Йоу-йоу-йоу! Йоу, блин! Видок хрена. Видок хрена... В смысле? Ха, клёвый-клёвый видок, братан. Ты в порядке? Слышишь меня? Если да, моргни два раза. О, класс! Жить будешь. Всё будет путём. Ладненько. Расклад у нас такой. Теперь твоё тело наручном управлении. Типа придётся всё делать осознанно. Хм, чего ты синеешь, брат? Наверное, стоит тебе начать дышать. А, вдохнуть, да. Капец. Супер, потрясно. Ты моргаешь и дышишь, это потрясно. У тебя один день. Если выживешь, я тебя оставлю в покое до конца жизни. Если в следующие 24 часа умрёшь, упадёшь в ад. А я заберу крупицы твоей жизни. Если что, я тут скейтбордом балуюсь. На этот раз он сделал упор на позвоночник. И снова ему пришлось вспоминать, как ходить. Ух ты! Сэр начал движение, отдалённо напоминающее ходьбу, в сторону ванной. Попробовал шагнуть одной ногой дважды. Долбанный скейтбордом. Долбанный скейтбордом. Нет, не получается у нас. Чуваки, это просто что-то. Ох, Сэм, проблема с осанкой. Надо вспоминать. Надо выпрямлять позвоночник. Это сложно, а потом опустило, обидно. О! Сэм не учится на своих... Надо вот так надышаться сейчас. Ой, ё-моё. Так. Блин, сложная игра. Ну, Сэм у него не до улыбок в ближайшие 24 часа. Вставай! Этим никого не удивишь, Сэм. Сэм попробовал пописать. Эй, чувак, не видел мой... Ой. Ага. Главное, не нассать мимо унитаза. Да. Я тоже, блин... О, у Сэма проблемы с осанкой. Это сложно. У Сэма проблемы. Надо похлопать. Глазами. Сэм попробовал принять душ. Сэм, не забывай о ней. О, да. Блин, я не могу ничего говорить. Просто это... Блин, Сэм, Сэм, ты чистый... Чи... Фу. Ах. Да, конечно. Я моргаю, моргаю. Так, давай, пошли, жердяечка. После душа Сэм решил найти себе одежду. Долбанный скейт. Там вон смерть что-то пытается замутить. Ох. Так, Сэм научился открывать двери. Какой юница. Мы туда идём, да? Давайте зайдём. Сэм зашёл в гардеробную. Что он наденет сегодня? Блин, давай, ты дыши, чувак. Он выбрал синие штаны. Он принял искать пиджак. Бери самый лучший. Давайте вы будете читать сами просто, как бы... Ну вы... Да, понимаете, что это такая сложная игрушка. Воу! Да. Мы потому что башмаки не наделим. Давайте. Надо поморгать. Блин, блин. Да, нельзя забывать об этом. Нет, смотрите, там больше нет ничего. Или нет? Давайте-ка проверим. Сэм. А ну-ка пошли. Так, поморгали. Так, блин, я молчу просто. Это вообще... Сложно. Оп. Пошли, Сэм. Пошли, Сэм, пошли. Ох, ёб твою. Вставай, чувак. Давайте. 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 Эй, Люси! О, это ты, чувак? Ещё не откинулся? Так, блин, давайте идём. Арт. Дом у него большой, красивый. На столе записка. Противно, но надо. Давай, кушай, Сэм, кушай. Я научился за него кушать. Сэм, кушай. Надо сейчас подышать, подышать надо, давай. Покушай быстрее и дыши, дыши, чувак. Сэм всё съел, как и положено большим мальчикам. Ой, промахнулся, мне по тем кнопкам нажал. Ох ты! Ну, вообще-то, так не каждый человек сможет, так что. Так что, Сэм молодец. Сэм молодец у нас. Давайте вот так вот. Сэм уронил кофе. Сенсация. Давайте попробуем. Или нет. Субтитры делал DimaTorzok Туп Чувак, я сто пудов через твою тачку перепрыгну Ой, чё, чувак, это было больно Чувак, отвечай, всё так и было Капот починит ли он, болтается Мы в машине поедем Сэм просыпается в режиме на время, ну потом, возможно Эй, чувак, я по приколу твою автоматическую коробку вручную переделал Разве не весело? Учись, как переключить передачу? Нет, вот в жизни я знаю, но... Я отпустил Субтитры делал DimaTorzok Так Его руку... О, нет Ну, надеюсь, вам нравится, хотя бы вот сама игра, потому что... Чё? Чё? Прелесть, да? Прелесть Так Ой, я вообще задумался, не могу, ничего Чувак, ты дыши, моргай Блин, это очень сложно Давайте на машине доедем и закончим, наверное, на этом Продолжение следует... так опять я забываюсь то что вообще просто не могу ничего сделать здесь они там разговаривают так короче мы блин это очень сложно тем более на клаве и я думал мы сломали машину он нам рассказывает короче просим крупиц направо йо тебе дали 7 крупиц я обма смысле заключая сделки с гениальными душонками которых больше двух крупиц жизни целую вещь я накопил всего 295 крупиц брат что за серая туча посреди дороги гуану это же целый пенсион пост престарелых дам ну и тормознул здравствуйте женщина да что нашло на этих старушек брат срезать полость не слушай вас сэм и вот сэм повел машину место где никогда не был он просто он мертвый бритвистри тхо чувак надеюсь здесь просто мертвые люди лежат вообще безопасно конечно нет правда где чокнутые гангстеры и очок и ты гангстеры мы простите вы же чокнутый гангстер гангстеры взвалялись на земле мертвые почему они ух мать моя о чем мы тормозим обладательница силуэта вражда и раздор крылопролитие и вражда раз при стычке борьба битва о скелетка война у нее не было ни дурацкой одежды ни скейта она просто стояла там довольна своей работой ох черт вот же черт это она черт что со мной спокойствие только спокойствие ладно просто не будь собой эй война как делишки детка эй война как делишки детка не хочешь прокатиться с ветерком ну там песня играет какая то вообще там лютая песня ох черт она идет сюда эй красотка куда едем просто заткнись и подбрось меня до метро ну до метро так до метро подождите я сбился умерших людей с моим дружком сыни что там ладно едем так короче ты че она всех убивает там чувак корет ладно пошли там ну иди как бы сигаретку хочешь ладно давай тормози тут вот там что то горит ой ой блин сложно короче следующий выпуск будет по более я буду разговорчив нежели в этом ну вы видите да я просто не привык еще вот ну короче вот короче мы в следующей серии будем поэнергичнее потому что управление я как бы выучил практически о чёрт старушки вернулись вот это да ох ох я не привыкну к этим старушкам останови я тут выйду давай крошка увидимся проехать вот тут она лютая куда ты смотришь о чёрт о чёрт ты на работу опаздываешь брат жми изо всех сил если хочешь чтобы получилось давай не то нажимай не то так давайте вот так вот так у нас глаза заплывают мы даже быстрее 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 да я еду еще чуть быстрее еще чуть быстрее чувак поднажми до педали так в пол чувак уже в пол жму гуано стой оу нет надеюсь мы не разбились оу фуджа гуано мы кого то убили о прошу пусть это будет просто камень или хипстер сэм вышел из машины посмотрел что случилось он оставался лишь следовать за криком смерти о нет чувак о боже нет 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 гуано этот парень не должен был не должен что же мне де эй погоди-ка эй сэм можно мне забрать твою последнюю крупицу жизни если да моргни два раза я не буду моргать не отдам да я йо-йо-йо тогда давай ударим по рукам ля-ля-ля тополя дай себе леща пятьдесят семь раз за двадцать четыре часа или умри навсегда теперь проваливай хи-хи у меня не было выбора так или иначе давай убираться отсюда ну 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 что ж на этом пора закончить надеюсь вам понравилось если это так то подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ну что ж всем удачи всем пока 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 пока